Хайнс Рюман В фильме «Одежда создаёт людей» Фильм Хельмута Койтнера На основе оригинального романа Готфрида Кёллера Композитор Бернард Эйхгорн Оператор Эвель Даут, художник-постановщик Роберт Хёрлд и Генрих Вейден В фильме снимались Хайнс Рюман, Херта Файлер Хильде Зесек, Ганс Штернберг, Фритц Одемар Рудольф Шундлер, Ганс Штибнер, Эрвин Хоффман, Эрих Понто Леопольд фон Ледебур, Франц Вебер, Гельмут Вайс, Ареберт Вешер, Ольга Лимбург, Джо Фуртнер и другие Автор сценария – Хельмут Койтнер «So hört unser Singen an und schaut unser Stern, wir ziehen mit Musik daher und sind auf eine Herz» «Drei Könige aus Wagenland, die Sonn wacht und so braun gebrannt» «Ich bin der König Freitasor und ich der Meschior» «Und ich mit meinem weißen Bart stell König Kaspar vor» «Wir singen mit der Herr der Stadt, die uns der Stern gewesen hat» «Wir singen mit der Herr der Stadt, die uns der Stern gewesen hat» «Hotel бы я стать кем-то? Хотел бы я чего-то стоить в этой жизни?» «Снова мечтаешь, Венцель» «Радуйся тому, что ты портной, в то время, когда сейчас все идет шеверт на выворот, и у людей разошлись все швы» «А кто такой портной?» «Не думай так много, от этого чувствуешь себя несчастным» «Я доволен тем, что много не думаю» «Уже полшестого» «Если мы будем так медлить, то извини меня, фрагмэр они будет закончен до завтра, мы потеряем таких богатых клиентов» «Он лучше нам наделет, и можно будет искать другую работу» «Ну что с тобой, Венцель? Вечно ты хочешь быть лучше, чем ты есть» «У тебя не только гладко выбритый подбородок, как у пастора» «Ты еще и важничаешь, как король Самарканда» «А теперь тебе вздумалось носить бархат и шелк, словно аристократ» «Сам видишь, ничего в этом хорошего нет» «Ну, тоже лет готов» «Сразу видно, что фрагши для мэра» «А те, кто мечтают, работают всю ночь» «Доброй ночи, я иду к барбле» «Барбле» «Можешь морщить нос при упоминании барблы» «Вечно грезишь о недостижимом» «А в реальности был бы рад хоть какой-нибудь девушке» «Но девушки смеются над тобой» «Всего наилучшего, ваше величество» «И не забудь шелковые перчатки, когда выйдешь в свет» «Для элегантных дам, чтобы не увидели твоих исколотых пальцев» «И не спросили, кто ты по профессии, граф наперсток» «Хе-хе-хе-хе» «Тихо, да, я иду к барбле» «Хе-хе» «Но девушки смеются над тобой» «Хе-хе» «Ах, я иду к барбле» «Хе-хе» 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 «Хarte их» «Хörм distance» Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! 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 Ваша Светлость! Не подадите копеечку бедному голодному человеку! Я так голоден! Так хочу пить! Прошу вас, Ваша Светлость! Собаке не может быть хуже, чем мне сейчас! До свидания, Ваша Светлость! Да благословит вас Бог, Ваша Светлость! Ваша Светлость! Могу я зайти? Заходи, если ты не партнер! До свидания! Что? Простите! Не желаете ли занять это место, Ваша Милость? Я партнер! Ну, тогда чувствуйте себя как дома, партнер! Я принял тебя за благородного дворемина! Откуда же у тебя сей наряд? Да это прощальный подарок моего хозяина! Хочешь выпить? Я бы предпочел что-нибудь другое! Будь моим гостем! Итак... Откуда ты идешь и куда направляешься? Откуда? Оттуда! А куда иду? Туда! А больше я ничего и не знаю! Мне сейчас совсем грустно! Ничто не бывает совсем уж грустно! Все имеет и веселую сторону! В этом-то мире! Похоже, есть исключения! Пойдем-ка со мной! Я Кристофель! Кукловод! Может, обо мне слышал? Все обо мне знают! Корзина полной королей, чертей, графов, генералов! И прекрасных дам! Они танцуют, как мне вздумается! Я управляю ими подобно Богу! Люди называют меня сумасшедшим! Потому что у меня мозгов побольше, чем у других! Но дети, они любят старого Кристофеля! Ах, дети! Они видят сердцем! Давайте путешествовать вместе! Больше никаких путешествий! Я решил тихо умереть! Ну, что за глупость это говоришь! Когда тебе стукнет восемьдесят, вот тогда и умирай! Пошли! Примеком к счастью! Кучер! Нам нужно поговорить с вашим хозяином! С вашего позволения! Там никого нет! Я еще только за ним еду, Гер! Так даже лучше! Видите, там человека в превосходном фраке! Похож на дворянина! Странные какие-то истории он рассказывает! Возьмите его в свой экипаж! Он вас щедро отблагодарит! Какое совпадение! Стой же загадочный человек, некий русский граф! Заказал эту карету в Базеле, я еду за ним в Гольдах! Этот заказ пришел в письме, запечатанном печатью с короной, с девятью зубцами! Вы думаете, может быть, это и есть тот самый дворянин? Почему бы и нет? Иноземные графы не часто посещают наши края! Но если вы можете позволить себе такой роскошный экипаж, то зачем вам идти пешком? У него наверняка есть такой причины! Пойдемте! Пригласите его в вежливо! Он не умеет, если он откажется признать себя графом! Он немного не в себе и в романтическом порыве! Выдает себя за странствующего портного! Да! Да, дорогие господа! Много раз приходят в голову замысловатые идеи! Мой друг кучер весьма тронут вашей печальней участию, герограф! Если герограф созволит съесть в мой экипаж, я постараюсь сделать ваше путешествие как можно более комфортным! Я... я не герограф! Не задержайтесь! Мы все понимаем! Это какая-то ошибка! Я по мастере портного! Меня зовут Венцель! Венцель из Зелли! Я все прекрасно понимаю, герограф! О, полный мешок червонцев! Сердечное спасибо, герограф! Что теперь со мной будет? Я немножко помог великому кукловоду там, наверху! И теперь припоручаю тебя, госпоже, удачи! Просто плыви по течению, портной! Хватай свое счастье! Что это за дорога? Это Швейцария! Где прогресс? Венцель вместо того, чтобы ругаться, помогли бы дорогу расчистить! Я везу графа инкогнито, и он не может ждать! Прошу прощения, герограф, за доставленные неудобства! Но, может быть, герограф... Я не граф! Не будете ли вы так добры довести меня до Гольдаха? Мой отец будет очень тревожен, если я не приеду у меня! Это невозможно, Фруленетхен! Вы не можете сесть одна в карету незнакомца! Простите меня, герограф, не поймите меня неправильно! Правильно! Моголь, я тоже! Я Гольхер Бинни, портной! А в Гольдахе меня называют закройщиком! Меня зовут Венцель! Прошу прощения! Герограф! Я не граф! Я хотела вас спросить, вы едете в Гольдах? Да? Ну, там посмотрим! Мальзин! 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 Пересctorlaw Остановите, я выйду здесь! Это рядом с домом! А еще я не хочу, чтобы люди видели меня с незнакомцем. Вы же понимаете, пойдут пересуды. Я надеюсь, что Мельхербени не расскажет моему отцу. Гербени знает хорошо вашего отца? Мой отец крупный торговец с тканями в Гольдахе, а Мельхербени там первый портной. Он именует себя закройщиком. Звание портового его не устраивает? Мельхербени о себе высокого мнения. Ну, я пойду. Я тоже здесь выйду. Я провожу Ферруэн домой и вернусь. Не нужно. Я уже и так вас побеспокоила. До свидания. И большое спасибо. Прошу вашу светлость садиться. Вашей светлости не стоит снова идти по такому холоду. Прошу вашу светлость. 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 Добро пожаловать. Сюда, пожалуйста. Отдохните здесь, поужинайте. Скоро подадим на стол. Все свежайшее. Наверняка и настранец. И, конечно, из дворян. Он прибыл в своем экипаже. Добро пожаловать. Тысяча чертей. Ничего нет, кроме рыбы, яиц и овощей? Для нас сойдет. И мой хозяин швырнет это вам в лицо. Это русский граф, причем очень знатный. Пусть Лиза бежит к кондитеру и закажет торт с короной с девятью зубцами. Боже мой. Необходимо приготовить что-нибудь изысканное. Не хочу, чтобы говорили, будто в Голдыхе гостей почищают черт знает чем. Как в трактирах с зельдами, например, одними хрящами и костями. Я приготовлю такой пирог, какого он никогда не пробовал. Только подумать, русский граф. Если вы позволите, я провожу вас, герр граф. Я не граф. Я понимаю, понимаю. Я не скажу ни слова, герр граф. Мужской туалет за этой дверью. Граф, тут так холодно, что он не снимает пальто. Тут такой холод. Хотите, чтобы он рассказал зельдами, что в Голдыхе ему пришлось сидеть за столом в пальто? Не шумите, не потревожите графа. Граф. О нет, герр граф, сюда, пожалуйста. Я надеюсь, герр граф, вы остались довольны. Я не граф. У меня все скромно, но бойз для меня, как король. Я не король. Граф. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Простите? Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Это честь для всего Гольдаха... Принимать такого знатного гостя... Мы должны предложить наши услуги... И показать наши местные красоты... И, разумеется, он сможет оценить... Ну, респектабельность нашего сообщества, по крайней мере... Магин. Что еще пожелаете? Любое вино, токайское, шампанское? Я не гав. Шампанское. Прекрасный выбор. Уважаемые жители нашего города хотели бы засвидетельствовать вам свое почтение. Пожалуйста. Герр Тензли, аптекарь. Герр Невегель, торговец, специальные товары. Герр Хаберлин, младший сын банкира Хаберлина. Меня зовут Венсель. Меня зовут Венсель. Меня зовут Венсель. Покажите нам честь и присоединитесь к нашему столу. Позвольте вам предложить сигару, Герр Граф. Мне прислал мой брат прямо с Кубы. Хабак из Смирны, прямиком с плантацией с Вирджинии. Собственное производство, где не продается. Вы очень любезны, господа. Большое спасибо. Ну и манера у этого графа. Пьет запросто, без церемоний. А торт съел весь, кроме короля. Ест он не очень элегантно, но когда я путешествовал, то видел многих генералов и помещиков, которые ели так же. Можем ли мы пригласить Герр Графа посетить усадьбу Кюхлина? А мы приглашаем его выпить в Трех Королях. Лучшее заведение в Гольдахе, приходите. Я не знаю, господа, Герр Графа будет расстроен. Приходите, получите удовольствие. Вы найдете хорошую компанию. Она развеет вашу меланхолию. Нет, нет, я не хочу снова садиться в экипаж. Вот что я называю благородством. Ну, все устали. Мы можем поехать на санях, если вы пожелаете. Я бы хотел забрать... Герр Графа, не беспокойтесь. Я позабочусь о багаже. Я приготовлю номер к вашему возвращению. Он будет прямо напротив номера дамы. Как он благосклонно принимает это простое гостеприимство. И все же он целиком погрузился в меланхолию. О, моя дорогая! Попридержите ваше чувствительное сердце, Фролян фон Серафин. Не то снова упадете в обморок. Мое сердце уже пылает. Представить себе не могу, что с ним будет, когда я встречусь с Графом. Если только мы на это отважимся. Что вы знаете от имени этого русского Графа, не говоря уже о его характере? И что самое главное, какова сумма его капитала? Мне все о нем известно. Его звезды настолько близки к моим, что это станет исполнением всех моих желаний. Я уже чувствую это. Ваше увлечение астрологией однажды вам аукнется. Но что толку от моих предостережений? Вы пишете тому, о ком вы нитевошеньки не знаете, и даже никогда его не видели. И он ответил, как настоящий кавалер, умолял меня о свидании. Он астролог, и этим похож на меня. Он истинно благороден. У меня мало доверия к мужчинам, которые обращаются за помощью к звездам, дабы вскружить голову чувствительной женщине. Вы видите, Граф, скромный бюргер также кое-что смыслит в хорошей жизни. Но наши радости ничто в сравнении с теми удовольствиями, как их доступны вам. Хотя мы и разбираемся в географии, но великая русская империя... Где именно находится ваше родовое поместье? У двоюродного брата моей тетки по отцу есть родственники под Киевом. Расскажите нам что-нибудь о вашей интересной стране. Уверен, вас высоко ценили при дворе? В последнее время можно часто слышать о России. Одни говорят одно, другие другое. По определенным причинам я не хочу говорить об этом. Ну, тогда, может, сыграем в карты перед ужином? Что скажете? Не хочу разбивать компанию. Браво, великолепно! Будем метать дукаты. Дюкаты. Каковы ставки? В честь нашего уважаемого гостя предлагаю по одному брабанскому талеру. У меня нет таких денег. Когда путешествуюсь в наши дни, обмен валюты доставляет столько хлопот. Пуговица графа без проблем приравняется к одному брабанскому талеру. Геррграф. Я в игре. Один талер. Я тоже. Гемит. И я. Распорядай лошадей, Иван. Мы приехали. И позаботься о багаже. Да, ваше превосходительство. Не здесь. Пожалуйста, сюда. Подготовьте несколько комнат и подайте мне розовое вино. И ужин позже. И вот еще что, хозяин. Некая благородная дама уже прибыла сюда. Ильяна сообщила о своем приезде. Да, Герр, благородная дама остановилась здесь два дня назад. Могу и спросить? Я хотел так же бы знать, приехала ли карета из Базеля. Она должна была прибыть сюда. Это так только отчасти, Герр. Владелец кареты приехал в ней. Некий граф Венцель из России. Весьма благородный человек. Что? Да, Герр? Пожалуй, впервые столь именитый гость поселился под нашей скромной крышей. Похоже, у вас имеются некоторые сведения об этом русском графе. Он окружил себя таинственностью. Путешествует инкогнито. И говорит он вовсе не граф. Без сомнения, он жертва какой-то политической интриги. Или семейной ссоры. Да что вы говорите? Надеюсь, я могу рассчитывать на вашу деликатность. Инкогнитость. Ну, конечно. Похоже, что некие таинственные отношения связывают его с фролин фон Серафин. Именно эта дама. Видимо, она ожидала встретить здесь графа, а он по некоторым намекам... Это становится все более интригующим. Что же смешного? Герр. А вот эта дама. И что пожелает дама? Принесите шоколад и булочки. А вам не кажется странным, что после своего приезда граф не дал нам об этом знать? Я думаю, что вы слишком недоверчивы. Его благородная сдержанность и скромность не позволяют ему сразу же по прибытии обратиться ко мне. Возможно, сегодня звезды неблагоприятствуют нашей встрече. Трактирщик. Не могли бы вы передать, что посторонние взгляды нас смущают? Дамы. Прошу прощения у дам, трактирщик. Где я могу найти кучера, прибывший ранее кареты? Полово, найдете его на кухне. Кроме того, я хотел бы увидеть графа Венселя. Это сейчас невозможно. Нынче он у Кюхрина, торговца сукном. Граф, это все ваше. С вашего позволения, Герр. Граф, я предлагаю на этом закончить игру. Противостоять вашему везению просто бесполезно. Деньги всегда к деньгам идут. Ваши деньги, граф. Я не граф. На то есть причина. Вам она еще понадобится. Не достает одной пуговицы. О, я хотел бы сохранить ее на папе на нашей встрече. Да, мои внуки имели хотя бы бледное представление об этом чудесном дне. Тогда вот, для каждого. Какие оригинальные манеры. Эти русские. Такие открытые. До ужина у нас еще есть время. Может нам выйти подышать свежим воздухом? Теперь холодный день превратился в чудесный вечер. Я бы предпочел отдохнуть, если возможно. Простите мою невнимательность. Я забыл, что вас утомила поездка. Но возможно вы с комфортом отдохнете в гостиной. Вы можете спокойно отдыхать. Мы ей позовем вас на ужин. Истинный граф. Врожденное благородство. И как говорит на нашем языке. Кажется, что он родом отсюда. А что за скромность? Ведет себя как простой человек. Субтитры создал. Ведет себя как манеры. Субтитры подогнал «Симон» 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 Ну что навело вас на эту мысль? Вы видели манеры графа за столом? Создалось впечатление, что они ему незнакомые Он копировал манеры, сидевшие с ним за столом Но ведь он же иностранец В России у них наверняка другие обычаи поведения за столом Кроме того, вы бы тоже чувствовали себя неловко Доведись вам ужинать где-нибудь в России Нет, я в этом не уверен Мельхер Бини, похоже, что вы немного ревнуете Однако граф явно заинтересовался Майнетхен Прошу прощения за доставленные хлопоты в руле О, нет Посмотрите, вам следует надеть на персток, а на другой палец А нитку держите И вот так вот немного натягиваете Отпускаете Вот как это делается, видите? Поразительно Разве вы умеете шить? Умею О, гирграф, все-то вы умеете Я заинтригован, однако же это моя работа Позвольте Что это, Майнетхен? Зачем вы дали графу такой старый наперсток? Ведь на Рождество я подарил вам золотой? А с этой штуковиной даже шить невозможно Это мой О, простите Вы носите наперсток? А, это старый талисман Конечно, старая семейная реликвия Простой наперсток? Весьма своеобразно Я тоже нахожу это несколько странным Как странно И сколотый как у портного пальца И старый наперсток? В любом случае Как для графа больно уж хорошо Он разбирается в пошиве одежды Это было бы позором для всего города Герр, тут некий господин Желает встретиться с графом Венцелем Граф Венцель Наконец-то я нашел вас А мы уж печали увидеть вас в живых Господа, прошу меня извинить за это вторжение Но я так рад, что нашел моего юного хозяина Что это, Венцель? Вы не узнаете меня? Это правда, что мы не виделись уже много лет Но я был уверен, что вы узнаете своего старого Алексея О, пардон Алексея Строганов Воспитатель и слуга графа Венцеля Я не граф Но граф Венцель Вам больше не придется сохранить ваши инкогнито Вот видите? Вам должно быть стыдно А что если Строганов это его соучастник? Ни слова больше Герр Строганов Рад приветствовать вас в своем доме Если время позволяет вам Не присоединитесь ли вы к нам за ужин? Но возможно вам необходимо обсудить некоторые дела с вашим молодым хозяином И они не терпят обстоятельства О нет Мы все обговорим позже, когда останемся вдвоем Это не к спеху Не правы ли, граф Венцель? Да, время есть Позвольте пригласить вас от ужинать, Герр Строганов Пожалуйста, не беспокойтесь из меня Я уже поужинал Вы дочь хозяина дома? Да, Герр Фройлен Кюхле Настерегайтесь, граф Он как никто умеет скружить прекрасной даме голову Разве я не прав? Он не разговорчив, но его сердце говорит громко Но я не граф Вы ошибаетесь Все ошибаются Герр Строганов Мы хотели бы знать, каким обстоятельствам обязаны Граф, да Граф Венцель Могу ли я раскрыть ваш секрет? Да, рано или поздно все и так бы раскрылось Однажды некая благородная дама Увлеченная модой На астрологию и романтику Изучая движение звезд Искала себе идеального спутника жизни Который во всем дополнял бы ее Этот мужчина был найден в лице русского графа Красавица-астролог Затопила его потоком мечтательных писем Наполнив их таким изяществом и шармом Что граф решил встретиться с этой таинственной юной особой Он ей ответил, не раскрывая своего имени И просил о свидании Разумеется, в таком романтическом месте И нейтральном месте, о каком она и просила Выбор места пал на ваш прекрасный Гольдер Потому что Потому что это место казалось прямиком В середине астрологического созвездия Покровительствующего обоим созданиям Я всегда говорил, что в нашем городе И что-то особенное Он может стать мегаполисом Фактов достаточно Остается спросить у звезд Но вы должны угадать Кто есть кто в моей истории Граф Венцель и Фролин из гостиницы Нет, нет, это неправда Я не имею чего общего с этим Я не хочу говорить больше об этой истории Может, Мельхер Бенис играет на пианино А моя дочь исполнил какой-нибудь романс Говорят, у нее красивое сопрано Не верьте этому, Герр, граф Я всего лишь любительница Пожалуйста, отец, графу будет скучно Я хотел бы услышать, как вы поете Спойте что-нибудь веселое, юный Фролин Может, мы развеем его, он холи у графа? Фролин знает одну забавную песенку о портных Но на самом деле в ней подразумеваются жители Зельдвилы Вы должны знать, что жители Гольдах И не выносят жителей Зельдвилы И наоборот Зельдвилы Зельдвилы И наоборот Зельдвилы 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 Если позволите напомнить, вы уже обещали это. Спокойной ночи. 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 Вы же сами затеяли это приключение. Да я свихнусь от всего этого. Я не тот, кем вы меня считаете. Я Венцель. Я портной Зельдвилы. Мое имя Венцель. А теперь ложитесь спать. Вам пришлось долго путешествовать. Я путешествовал всю свою жизнь. Вы так заболеете. Завтра вы посмотрите на все по-другому. Завтра вы все вспомните. Не волнуйтесь и спокойно отдыхайте. Иван, мой слуга, будет караулить у вашей двери всю ночь. Субтитры создавал DimaTorzok КОНЕЦ КОНЕЦ Да. Лугоградов просит о встрече немедленно. Быстрее одевайтесь. Скорее же. Простите мою вчерашнюю дерзость, но она объясняется специфичностью моей миссии. Говорите. Граф, от имени которого я имею честь и удовольствие, говорит с вами. Ужасно сожалею, что вчерашнее гостеприимство жителей Гольдеха не позволило ему сразу же встретиться с вами и просит вас позавтракать с ним вдвоем. Конфеты? Благодарю. Скажем, 12. Нет, лучше в 11.30. Я счастлив буду передать ваши согласия. Спасибо, герр. Пардон, как к вам можно обращаться? Нет титула. Меня зовут Алексей Строганов. Я коммердинер графа. По милости его покойного отца я сперва был его наставником, а затем стал коммердинером молодого графа. Но на самом деле я портной по профессии. Портной? Да, портной из семьи графа. Обычный портной так близок к графу. Вот что я называю оригинальной причудой. О, не пренебрегайте портными. Они хорошо разбираются в жизни. Бывает, что портной может стать графом и наоборот. Вы шутите. Истинного дворянина сразу видно, а портной всегда останется портным. Да я и так тороплюсь. Геркюхлин просит принять эти вещи. Мы знаем, что его светлость потеряла свой багаж. Геркюхлин посылает вам свой лучший шелковый халат. Прошу. Но что все это значит? Геркюхлин, торговец тканями, послал-то. А что-то ваше сиятельство осталось без багажа. Куда прислать парикмахера? Я никого не вызывал. Надеюсь, вы хорошо отдохнули, Геркюхлин. Я теперь... Позвольте мне снять мерки. Геркюхлин посылал за портным. Я имею честь сделать это лично. Позвольте. Кто посылал? Ваш коммердьер. Простите, что превысил свою полномочия. Доброе утро, граф Венцель. Я хотел, чтобы вы хорошо отдохнули. И я думаю, что нам потребуется по одному фраку мышечного цвета, зеленого яблока и лаванды в комплекте с жилетами и брюками. Я подчеркнула стоянство фигуры графа, как делают и для высшего общества Гольдаха. Это высшие все эти костюмы? Да, Гергав. Все в Гольдахе предпочитали деваться умельхи. Рубини закройщика. О да? И это вы называете хорошей работой? Смотрите, швы никуда не годятся. Спина неровная. Воротник болтается. Рукава на бекринь. Взять ли мы за такое возбудительство поголовки не погладят? Да, да, мастер Бенни. Граф Венцель понимает, что такое элегантность. Его нелегко обмануть. А пока ступайте. Когда понадобится, мы вас позорем. А пока что оденитесь в ваш фрак. Итак, граф, протрите ваши сонные глаза портного. Прекрасная дама ожидает вас. Очень рад. Нашему знакомству. Приступим к завтраку. За вас. За звезды? Да. Вы что-то сказали? Да. Слова не нужны между двумя людьми, которые и так понимают друг друга. Да. Лучше ничего не говорить. Вы же близнецы в девятом доме. А мой знак – восходящая дева. Это говорит больше, чем любые слова. Может, прокатимся на санях? Вы можете позвать слугу. Нет, нет, нет. Я предпочит бы это сделать сам. Герр, граф. И вот что еще, тракторщик. Подготовьте все самое лучшее в соседней комнате и распорядитесь насчет вина. Граф Венсель пригласил имени доходи города. Нужно оказать им соответствующий прием. Обед будет самый лучший. Ваши гости останутся довольны. Граф. Граф. КОНЕЦ Граф! Граф Венцер! Куда вы так спешите? Я... я спасаюсь от самого себя. Я не понимаю. Простите, я был в раздумьях, хотел пройтись и развеяться. Такой чудесный день. Хорошо, что я вас встретила. Я ведь как раз к вам. Мой отец послал меня поблагодарить вас за приглашение и попросить вас присоединиться к нашей санной прогулке на Виржину. Оттуда открывается прекрасный вид на долину. Поедемте со мной, Герр, граф. Да, Гафру Ленедхин, я полегу с вами. Граф Венцер, что с вами случилось? Фромен фон Серафин ждет вас. У меня нет на нее времени. Будьте так любезны, замените меня с троганов. О, вы нашли мой кошелек. Спасибо. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok КОНЕЦ ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Фройлем Энхин, могу я вас проводить? Вы так молчаливая. У вас неприятности? О, нет. Я всего лишь простая девушка, и я ничем не могу развлечь вас. Как? Кто? Ах, не обращайте внимания на мои глупости. Но поверьте, все, что я делал, было только ради вас. Прошу вас, поверьте мне. Скоро вы уедете. И даже не вспомните о неприметной девушке. Простите, Геррграф. Геррграф. Граф. Граф. Я никакой не граф. Я подмастерье Портнова. Я беден и не достоин вашей любви. Прощайте. Когда вы прочтете это письмо, больше уже не будет никакого графа Венцеля. Останется только бродячий партнер. Он будет счастлив этим, но ему будет очень грустно, потому что он будет любить вас вечно. Конечно. Ваши светлость еще не одеты? Карнавал в самом разгаре. Я не пойду. Вы не можете обойтись так с бульгерами Гольдоха. Вы должны возглавить полонезы фон Серафин. Айдарвань. Айдарвань! КОНЕЦ В этом году карнавал уж очень шумный. Надеюсь, наш гость не будет возражать. КОНЕЦ 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 Какое-то время мне казалось, что граф был увлечен дочерью судьи. Нам обоим, дорогой Фёберлин, обоим. Но теперь Бени одержал верху. Это не достоинно построили Найтхен быть дворянской игрушкой, если он вообще дворянин. Вам должно быть стыдно. А что мы знаем о нем? То, что все это ему в восторге. Между прочим, он еще не доказывает, что он этого достоин. Что Найтхен пропадает с Фроллен фон Серфинг, а вас будут показывать пальцами. А будь он и граф, каждому свое место. Дворянину не пристало связывать себя с бюргерской средой. Это может закончиться трагедией. Фроллен фон Серфинг более подходящей для графа партия. Какое меньше время! Поклонники очень обходительны. А девушки так очаровательны. Слава Богу, мы очень велики от тех языческих обычаев, которые заведены в Зейдвиле. Карнавал в Гольдехе проникнут умеренным кальвинистским духом. Ну что, Фроллен, тебе нравится маскарад? Да, нравится, отец. Могу ли я пригласить вас на пянец, Фроллен? Фроллен благодарит вас. Какая прекрасная пара. Но были бы не прочь иметь такого зятя. Хаберлен, Фроллен, моя невеста. Полегче, блин, помолвки еще не было. Я всего лишь сказал, что не против, если вы женитесь на моей дочери. Портной был бы полезен в моем деле. Мельхербени – видный мужчина. Вероятно, у него доброе сердце и не такой плохой портной. Несмотря на его неровные швы. Довольно уже, Мельхербени. Я думала, что он вам не нравится. Ну, я думал, что Дени... Прекратите о нем говорить. Фроллен, мне нужно поговорить с вами. Давайте пойдем в тихое место. У нее только граф. Не обращайте внимания. Это невинный фильм. Ее привлекает графский титул. Она еще так молодая, и скоро о нем забудут. Моя дочь достаточно рассудительна и понимает, что я никогда не стать женой такого человека. Может, вы сегодня объявите о помолвке, если она согласна? А почему бы и нет? Что вы хотели? Фроллен Этхен, злая судьба привела меня в этот город. Нет, я не хочу быть помехой вашему счастью. Может быть, мы увидимся сегодня в последний раз? Я думаю, что должен уйти, пока еще не слишком поздно. Это письмо объяснил вам все, но прочтите его только когда я уйду. Вам холодно. Ночь холодная. Нет, нет, не плачьте. Я этого не достоин. Сперва я не хотела верить, но Бенни был прав с самого начала. Я отвечу Бенни согласием, если он попросит моей руки. Верно ли я поняла вас? Вы не хотите связывать себя с низшим классом. Желаю вам счастья с Фроллен фон Серафин. Оно суждено вам самими звездами. Нетфиль, я люблю вас. Я останусь с вами. Нетфиль, я разговаривал с вашим отцом, но он не против, если вы согласны. Он сейчас же объявит о помолвке. Слишком поздно, Мельфор Бенни. Фроллен фон Серафин вынужден сообщить вам, что я только что обручился с мадемуазом Кухниным. Я прошу вас простить. Это была не моя вина. Я не мог ничего с этим поверить. Но это было очень романтично. На этот раз звезды против нас. Прощайте. Гравенс! Какое ужасное оскорбление. Советую вам уехать немедленно. Я должен вам все объяснить, Фроллен. Больше нет смысла играть в прятки. Я, граф Алексей Александрович, адресат ваших писем. Еще со школьной скамьи она всегда говорила, что выйдет замуж за иностранца, великого пианиста или атамана разбойников с длинными волосами. Но вот вы и попались. Портное? Увидев, как вы приняли Портнова за графа, я не столько огорчился, сколько развеселился. Я не раскрыл своего имени. Я поддерживал этот обман и наблюдал, как развивается сюжет. С простодушным персонажем в главной роли. Мой бог. Я управлял жизнью этого Портнова, как окловод. Но я забыл, что у Портнова тоже есть сердце. И он отдал его другой. Отдаю вам эту птичку, Гергро. Но если она замерзнет и затаскует в вашей холодной стране, то привезите ее обратно. Как была бы сейчас твоя покойная мать, если бы дожила до этого дня. Я не прошу вам, граф, того, что вы выставили меня дурой. Я не просил прощения. Я сделал бы это, если бы ваше сердце простило у него графа. Поэтому, думаю, мы можем прекратить наши романтические встречи с чистой совестью. Я уйду, пока все не обнаружилось. А я останусь, пока я не увижу, что этот партнер обрел свое счастье. Дорогие друзья! Для меня большая честь объявить помолвки моей дочери Аннет с графом Венселем. Друзья и родные приглашены в ближайшее воскресенье на празднование помолвки. Вайнтрахт, гостиницу Зельдвер. Да здравствует граф Венсел и его прекрасная невеста. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Что это за маскарад? Возможно, они прослышали опразднование. Идем, Венцер. Это будет веселое представление. Когда мы выйдем в зал, после обеда приступайте к делу. Венцер. 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 Ремесло Портнова – лучшее ремесло Так было, тогда и будет всегда Портнов шлит одежду для всех Что перед ним папа, император или граф Они не могущественные портнов А все потому, что люди судят по платью И именно портной создает его для них О, король, где твоя мантия? Без нее ты уже не король О, граф, где же ваш фрак? Без него вы уже не кажетесь таким благородными Тех, кто одеты в лохмотья, отворкают Они вечно будут стоять у обущены Но те, кто одеты в бархат и шелк Вызывают людей почтение к себе Вызывают людей почтение к себе КОНЕЦ 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 Все примут фразы благородно, одворенивало В Зейдвиле жил был когда-то портной, который мечтал стать большим человеком. Он обожал сшитую им прекрасную одежду и был графом наперстка. Фрак, который он начался сшить для богатого клиента, он пошил на себя. Но это обнаружилось, и хозяин Аталье выгнал его за шеи вместе с этим фраком. Путешествуя во фраке, он пришел в Гольдах, богатый город. Там он втерся в высшие круги города и был там принят с почестями, своим фальшивым лоском и поддельными французскими манерами. Он обманул даже самых умных из них. А теперь, господа, посмотрите, граф Венцель никто иной, как этот самый бедный портной. Смотрите, это же Венцель под мастерьем портной. Новый Зельдвили. Новый наряд вам очень идет. Похоже, ваша новая жизнь вас устраивает. Рад встретить вас таким разбогатевшим. Мне понравился ваш мускарад. Ты работаешь в Гольдахе? Наверное, с мастером Бенни. Граф наперсток. Граф наперсток. Крутист. Граф наперсток. Крутист. Кто слишком высоко поднимается, кто-то падает с очень большой высоты. Жители Гольдаха, вперёд, назад дверь! Куда вы собираетесь? Вам не довольны этого фарса? Чего вы ещё хотите? Портны всегда остаются портны. Это вы затеяли эту комедию. Мы преподадим им урок. Портны! 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 Ради Бога, где моя дочь? Может, с дамами? Нет, она сбежала с портным Какое очаровательное, маленькое похищение От чертов портной дорого, мы за это заплатим Жи, тригольдыха, вперед! Жи, тригольдыха, перед тем, как вы совершите новую глупость, выслушайте меня Портной не виноват 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 Винсель! Винсель! Прости меня. Иди! Из чего явствует, что вы сами приняли его за графа. И чтобы все поправить, я готов принять его как сына. Прошу прощения, граф, но для нас не все так просто. Мы, с вашего позволения, предпочитаем человека, который шьет одежду, но ведет себя как истинный граф. Человек, у которого дворянином делает только его одежда. Браво! Я снимаю шляпу перед вашей рассудительностью. И если этот партнер действительно честный, малый и как вы утверждаете, он вернется вместе с девушкой и покается в своем поступке. Давай убежим отсюда. Туда, где нас никто не знает. Туда, где нет ни Гольдаха, ни Зельдвина. Нет, Винсель. Довольно сказок. А что если они посмеются над нами? Ну и пусть. Главное, что мы вместе. Релиз подготовлен специально для рутрекер.орг. Перевод Лариса Кей. Закадровый текст читали Сергей Малиновский и Настя. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова